Мастер-класс Возьмем бутылку, открутим крышку и сожмем у основания. Аккуратно обрежем горлышко. Разведем клей ПВА с водой в пропорции один к одному и тщательно перемешаем. Осторожно опускаем ткань в жидкость, чтобы она полностью пропиталась. Отжатую ткань плотно обматываем вокруг бутылки, начиная с верхнего края. Расправляем, чтобы покрыть всю поверхность. Формируем складки. Закрываем донышко. Сверху по ткани наносим клей кисточкой толстым слоем. Нам нужно, чтобы она хорошо пропиталась клеем. Промазываем дно, чтобы ваза была устойчивой. После того, как ткань хорошо просохла, начинаем наносить краски. Вначале прокрашиваем желтой, повторяя форму складки. Подчеркиваем рельеф ткани ярко-зеленой. Не промывая кисть, наберем белил и нанесем краску, получая интересный цвет. Теперь сполоснем кисть и добавим пятно чистых белил. Сверху добавим желтизны. Выделим складки белилами. Оттеним впадины коричневым. Можно затемнить углубление зеленым. И коричневым. Смешиваем разные краски, повторяя и усложняя тканевый рельеф. Сперва наносим более светлые оттенки, потом потемнее. Как только первый слой высох, наносим второй, чтобы цвета выглядели ярче. Стараемся полностью закрасить поверхность, чтобы ткани не было видно. Добавляем немного золота. Прокрашиваем дно вазы. С помощью термоклеевого пистолета скрепляем непроклеенные участки. В готовом виде такая текстильная ваза будет выглядеть как керамическая. Остается нанести лак по всей поверхности изделия. Немного времени и фантазии, и вместо пластиковой бутылки мы получили необычную текстильную вазу. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете много бюджетных идей по преображению своего дома. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...